Извиняюсь, не включила микрофон. Все, кто был в зале, меня слышали. Еще раз хочу повторить для районов. Разрешите представить вам наших коллег, которые приехали сегодня провести презентацию компании Apple. Это Беряков Константин, заместитель директора лицея Баумански, Горту Ишкар-Ола, призванный педагог Apple, и Андреева Юлия, руководитель образовательных программ Apple в странах СНГ. В первую очередь давайте мы дадим слово Константину, и он пройдет презентацию своих программ. Добрый день, спасибо, уважаемые коллеги, за представление и за прием. Очень рад находиться у вас здесь сегодня. И это правда, у нас еще в Ишкар-Оле довольно... Здесь у вас уже очень тепло. Ишкар-Ола это где-то посередине, между Кызыл-Ордой и Нарьян-Маром. И все три города переводятся на русский язык одинаково. Красный город. Ишкар-Ола рядом с Казанью, 150 километров от Казани, 750 километров от Москвы. Край довольно интересный, порлун лесов, озер. И там расположен наш лицей Бауманский, который внедряет во многих аспектах единственным в России передовые информационные технологии. И сегодня речь пойдет тоже о технологиях, которые кто-то любит, кто-то не любит. Кто-то из вас сейчас, наверное, вздохнул про себя с досады. Опять про технологии разговариваем, сколько можно. Одни технологии, кто будет думать о педагогике, об образовании. Но, тем не менее, прошу вас все-таки немножечко послушать. Потому что где-то в 60-е годы прошлого века педагоги точно так же горячо обсуждали вопрос применения новых технологий в образовании. Кто-то считал, что технология, которая придет на смену... У меня слайды не переключаются. Вот. Технологии, которые придут на смену... О, как же мы будем переключать техники? О, теперь переключаются. То есть я должен говорить, чтобы мне переключали? Кликер не будет работать, да? Ну ладно. Кто-то говорил... Вот видите, уже технологии. Кто-то говорил, что та технология 60-х годов, которая должна прийти в школу, она ужасна. Она портить будет детский почерк. Она будет мешать учителю работать в традиционной форме. Она даже подорвет во многом, может быть, привычные способы работы с бумагой. Ну, наверное, вы уже доказали, что идет у нас о... А вот вроде работает. Традиционной шариковой ручке. Шариковая ручка появилась в Советском Союзе только в 1968-м году. Из 60-х годов. Но в 68-м году, когда появились производственные мощности в СССР, кстати, сделанные по швейцарским технологиям, в стране появилась возможность выпускать эти ручки. И все как-то плавно на них перешли. А до этого говорили, что они платят почерк, что Рома писали... И... Самая оптимальная технология. Сейчас об этом даже никто не вспоминает. Точно так же сейчас в нашу жизнь приходят новые технологии, которые врождают новые споры в педагогическом сообществе. Не только России, не только Казахстану, но многих, поверьте, других стран, которые принимаются кем-то, кем-то не принимаются. Но, тем не менее, они существуют. Вот, например, классы, которые существовали где-то в 60-е годы прошлого века. Уже появлялись первые компьютеры, да? В 80-е годы эти компьютеры пришли в школу. В 90-е они выглядели примерно так, как на этом слайде. Это было такое отдельное, с за железными дверьми помещение. Хорошо охраняемое. Никто мимо не проскочит. Совершенно не интегрированный в учебный процесс. С ограниченными ресурсами, с ограниченным контролем доступа, с ограниченностью вообще и оторванностью от учебной программы. Все это было. И во многих школах, к сожалению, остается на этом же уровне. Но человеческая цивилизация не стоит. Человеческая цивилизация развивается. Появляются новые инструменты. Все эти компьютеры уже сейчас умещаются на одной ладошке по производительности. Называются планшетами. И это, собственно, дает возможность работать уже по-новому в школах. Следующий слайд, пожалуйста. Образование с планшетами становится повсеместным. Вы больше не ограничены четырьмя стенами. Информация, поскольку эти устройства подключены к сети, становится доступной, как говорится, одним касанием пальца. Любая информация, любые знания. Учащиеся, которые работают с планшетами, больше вовлечены, больше мотивированы на учебную деятельность. И более того, почти у каждого ребенка сейчас в развитых странах этот планшет есть. Ну и точно в любой стране, но в Казахстане и в России у каждого ребенка есть телефон, есть смартфон, который выполняет, по сути, те же самые функции, что и планшет. И поэтому образование, не ограниченное четырьмя стенами, это не мечта. Это во многих странах уже реальность. Но как этого добиться? Как поставить эти гаджеты, которые есть почти у каждого ребенка, на службу образования? Потому что получается так, что школа со своими компьютерными классами, хорошо запираемыми, с одной стороны, дети со своими гаджетами, ВКонтактами, Фейсбуками, Твиттерами, Инстаграмами и прочими социальными сетями, игрушками, с другой стороны. Какие-то школы, конечно, пытаются забирать эти айпэды, забирать эти телефоны несчастные, прямо на входе конфискуют. Дети, правда, где-то вторые достают откуда-то, непонятно, но на каждую запретную систему найдется свой ответ у учеников. Невозможно избежать применения этих устройств в школе. Они по-любому поводу детьми будут применяться. Но надо сделать так, чтобы дети применяли их по правильному поводу. А повод для школы один. Хорошее, качественное образование. Поэтому планшеты и прочие гаджеты должны служить целям образования. А почему дети используют эти устройства? Почему невозможно запретить детям пользоваться вот этими гаджетами? Да элементарно. Те дети, следующий клик, которые родились где-то в 90-х годах, в 98-м, которые пошли сейчас в университет, они родились, когда уже были Google, когда уже был интернет повсеместно распространен. И они не видят своей жизни без интернета. Следующий слайд. Касающийся детей, которые сейчас заканчивают школу. Когда они пошли в школу, музыка стала помещаться в кармане, в iPod, в маленьком плеере. Они не носили уже больше никаких больших бобин, больших катушек, вот этих вот волкманов, кассетных плееров. Миллионы песен помещались в маленьком кирпичике. Дети, которые сейчас в средней школе учатся, они родились, когда появился Facebook и Twitter. И, наконец, дети, которые сейчас пошли в школу, в этом году, в 2010-м, был презентован iPad. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти дети не видели в своей жизни ситуации, когда этого iPad не было. Они родились с этим iPad. «Лишить детей этой естественной для них среды, для них естественной, а мы, конечно, здесь люди пришлые, это значит лишить их привычного традиционного образа жизни. Значит лишить их многих самого смысла жизни. Как условно говоря, вас лишить телевизора». Сейчас появятся на экране цитаты, я надеюсь, ее покажут. Александр Михайлович Кондакова, это академик Российской академии образования. Он хорошо сказал, что сегодня школа работает для будущего, в котором мы ничего пока не смыслим. Сегодня в школу приходят дети, кардинально отличающиеся от своих сверстников прошлого века. Мы учим детей, у которых под влиянием объективных условий изменившегося мира уже произошли изменения в мышлении, в внимании, в речи. Это адаптация к немыслимым ранее объемам информации и образом жизни, в которых живут дети. Поэтому да, технологии пришли в школу. Хотим мы того или нет. И существуют три модели, которые позволяют оценить тот уровень, на котором технологии используются в школе. Первая модель, это модель T-Pack. Она показывает, что использование технологий самих по себе в школе бессмысленно, если они не связаны с учебными программами и с педагогическим содержимым, то, что называется контентом учебным. Вот когда происходит связка посередине и возникает ценность, которую привносят технологии. Они не должны быть оторваны. Но как оценить, хорошо мы используем технологии или плохо, и на каком уровне это мы делаем? Существует вторая модель, модель Summer. Она посередине, она показывает, насколько эффективно используют технологии. На одном из четырех уровней учитель. Ну и, наконец, третья модель, это модель-конус опыта Дейла. Он показывает нам разницу между репродуктивной педагогикой, репродуктивными методами обучения, или мы их называем еще пассивными методами обучения, и разницу демонстрирует с активными, новыми методами обучения. Я эти модели вам называю для того, чтобы вы потом, в принципе, самостоятельно, если есть желание, посмотрели на них и поняли, что технологии неизбежны, приходят в образование. Да что ж такое-то, а? Так, вот сверху вот это вот. Так, Рубен Пуэнто Дура. Это человек, который, спасибо, учитель из Гарварда, доктор философских наук. Он первый, наверное, озаботился оценкой уровня использования технологии в школе. Я бы хотел немножечко остановиться на его модели, модели Summer, которая состоит из четырех уровней. Первый уровень – это уровень подмены. Второй уровень – это уровень приращения. Третий уровень – это уровень переопределения, перепроектирования. А, перепроектирование. И четвертый уровень, самый верхний уровень – это уровень переопределения. Вот как вы думаете, я сейчас назвал четыре уровня использования технологии в школе. На каком из этих уровней работаете в школе вы с технологией? На третьем? А, на самом нижнем. На втором? На уровне превращения. Ну давайте сейчас еще по этим уровням пройду, а вы уж определите, так ли это, собственно, или не совсем. Смотрите, первый уровень, уровень подмены. Самый традиционный, самый простой. Технология здесь служит лишь способом подмены ранее решающихся задач без этой технологии. Ну, условно говоря, если бы Александр Сергеевич Пушкин использовал бы для написания Евгения Онегина традиционные для своего века технологии, он использовал бы что? Он использовал бы пергамент, не пергамент, наверное, уже бумага была, была точно бумага. Использовал бы бумагу и использовал бы гусиное перо. Что он, собственно, и делал. Но сейчас, в 21 веке, он пользовался бы чем, скорее всего, для написания произведения? Правильно, текстовым редактором. Вот произошла подмена технологическая. Задача функциональная, написание Евгения Онегина, не поменялось. Поменялось лишь техническое средство, которое желающие выполнить задачу используют. На уровне приращения задача несколько с помощью технологий меняется. Условно говоря, если при помощи классического текстового редактора мы все выстраиваем в линеечку, в столбик, то можно загнать это в другую технологическую программу, которую нам Евгения Онегина представит в виде облака тегов. Каждое слово посчитает по количеству повторений. И вот такую вот штуку нарисует, уместит нам на одном листе весь Евгений Онегин. Задача немножечко модифицировалась, но тем не менее осталось той же, показать Евгения Онегина в виде печатного текста. На более высоком уровне у нас можно все упаковать еще красивее. Форму интерактивной игры, где ведущий Александр Сергеевич будет по своему произведению задавать вопросы о интерактивной форме ученик-обучающийся, будет на них отвечать, находить правильные ответы, неправильные ответы и так далее. И, наконец, на самом высоком уровне, уровне переопределения задачи, технологии позволяют решать такие задачи, которые ранее казались немыслимыми. Условно говоря, съемка фильма Евгения Онегин в классе, где дети играют роли, где сами снимают этот фильм, а потом выкладывают интернет, показывают сверстникам, друзьям, родителям из разных стран. Раньше эта задача в классе казалась немыслимой, но сейчас при помощи iPad, при помощи встроенной камеры и бесплатных приложений, входящих в состав этого планшета, эта задача, кажется, для наших учителей литературы тривиальной. Но еще раз хочу вам обратить ваше внимание на роль и место технологии. Вот так, как на этом слайде, все выглядеть не должно. Технология не должна быть колоссом, который широко шагает, куда-то в светлое будущее, боясь порвать штаны, а педагогика куда-то пытается прицепиться хоть к левой ноге, чтобы поспеть. Вот так быть не должно. Технология всего лишь инструментом, одним из многочисленных инструментов учителя, которые он использует для того, чтобы достигать высоких результатов в своей деятельности. А деятельностью учителя является все-таки образование и воспитание подрастающего поколения, нового поколения граждан. И для этого фирма Apple для решения именно вот этой ключевой задачи образования и воспитания делает очень многое. Она создает уникальные операционные системы, уникальный набор приложений, которые позволяют учителю достигать целей, которые ранее казались немыслимыми. Создаются дополнительный контент, дополнительные интерактивные программы, дополнительные программы сопровождения, даже целая система интерактивных курсов, в которых учитель может работать и создавать свой контент, свои курсы во взаимодействии с другими учителями по всему миру. Ну и, конечно же, оказывается техническая поддержка, которая позволяет всем этим решениям существовать долгие годы и работать эффективно на протяжении 5-6-7 лет. В нашей школе работают планшеты, которые мы купили в 2012 году. Учителя на них работают до сих пор, и они работают так же эффективно, как 5 лет назад. А теперь представьте себе традиционный компьютер. Способен ли он сохранять такой же уровень эффективности спустя 5 лет? Ответ? Вряд ли. Но вот эта экосистема Apple, она действительно работает. Во многом она и определила наш выбор в лицее Бауманский, для того, чтобы мы начали ее использовать. Ну и, конечно же, еще раз. Миллион образовательных приложений существует сейчас в экосистеме Apple. Миллион образовательных приложений. Ну, конечно же, большинство из них — это книги, это курсы, это аудиовизуальные файлы, то, что называется EORAMI, то есть электронный образовательный ресурс. Вот, непосредственно, сами интерактивные приложения, их всего лишь 100 тысяч из этого миллиона. Но я уверяю вас, из 100 тысяч приложений вам точно хватит, для того, чтобы эффективно организовать свою учебную деятельность в классе. Создавать те уроки, которые не ограничены школьными стенами. Вы сможете учиться где угодно и когда угодно. И учить где угодно и когда угодно. И это не пустые слова. Наши дети учатся и у школьных территорий, и выезжают в походе. И все это документируется, обрабатывается, обобщается при помощи планшетов. Раньше это казалось немыслимым. Создание учебной среды, современной учебной среды, современной с точки зрения технологии учебной среды — достаточно простая вещь. Но, с другой стороны, достаточно простая. Потому что технология — это всего лишь средство. А в 21 веке целью обучения является воспитание человека, который обладает навыками, компетенциями 21 века, командной работой, решением сложных задач, основанных на исследовании, анализе большого количества информации. На взаимодействии в рамках разных сообществ, разных групп, неограниченных даже территорией одной страны или одного города. Вы посмотрите, как работают современные компании, современные эффективные корпорации. Они рассредоточены по всему земному шару и эффективно взаимодействуют эти подразделения друг с другом, решая одну общую задачу. Кто-то называет это глобализацией, протестует против этого. Кто-то все-таки пытается встроиться в 21 век и эффективно в нем жить. Вот без этих гаджетов, без трансформации мышления, без создания этой среды, воспитать человека в 21 веке попросту невозможно. И важным, собственно, элементом этого являются инструменты, доступные учителю на занятии. В Apple, на планшетах iPad, эти инструменты есть. Один из ключевых инструментов – это система курсов iTunes U. Кто-нибудь из вас использует систему электронных курсов у себя на уроках? Мудл, например. Кто-то использует. Но iTunes U – это более совершенное решение, потому что любой учитель, а у нас есть учителя-стажисты, которые работают в школе уже более 40 лет, и они даже создают, значит, даже, они-то как раз одни из первых, кто и создают, понимая всю ценность этого продукта, учебные курсы в рамках платформы iTunes U. Это и средства управления классом, и электронный дневник, и средства распространения техническо-электронных образовательных ресурсов и так далее. Все это в платформе iTunes U, которая абсолютно бесплатна. И учитель может создавать свои курсы как на стационарном компьютере, так и на планшете. Работать с документами, поскольку речь идет об экосистеме, то есть о системе устройств, еще проще. Вы можете начать делать какую-то презентацию или документ на планшете, продолжить делать ее на компьютере, причем этот компьютер может даже быть под управлением Windows, пожалуйста. Потом, собственно, если вы едете домой, условно говоря, на автобусе, вы можете на 100-м телефоне это еще раз пролистать, а потом дома закончить работу над этим документом на планшете. И все это будет без каких-либо дополнительных манипуляций абсолютно органично выглядеть для вас. Не говоря уж о передаче данных с планшета на компьютер, из компьютера на планшет и так далее. Эта технология называется AirDrop. И раз мы говорим о такой простоте использования технических решений, то уж демонстрация экрана, это дело всего лишь нажатия одной кнопки. И то, что находится на вашем планшете, автоматически отображается на телевизоре или на проекторе. Я, к сожалению, не могу здесь вам эту технологию показать, потому что мы зажаты в рамках чужих технических решений. И вы уже видели, как они работают, к сожалению. Но, тем не менее, поверьте мне на слово, действительно работать в экосистеме с техническими решениями Apple значительно проще. Я бы хотел вам показать сейчас небольшое видео, которое показывает, как мы используем эти решения в нашей школе. Потому что говорить можно очень долго, но лучше, как говорится, один раз увидеть, чем десять раз услышать. Сегодня дети двигаются в информационном пространстве, и темп их движения нарастает. И вот представьте себе, если школа останется на месте с тряпкой мелом и доской, а дети фактически будут шагать в 21 век, мы перестанем быть актуальными. Мы перестанем понимать друг друга. Вот чтобы этого не произошло, новый федеральный государственный стандарт нас ставит очень правильные и абсолютно актуальные задачи. Ученик должен из объекта обучения плавно перейти в качество субъекта обучения. Это означает, что из человека, который приходит в школу для того, чтобы его учили, он должен превратиться в человека, который приходит в школу учиться. Один из способов решения – это участие в проекте «Один-один». Один ученик – один инструмент. Идея использования такого инструмента, как iPad в учебном процессе, на наш взгляд, революционна, потому что именно этот инструмент нам даст возможность изменить позицию учителя и ученика в новой школе, которую мы условно называем «Школа 3.0». Когда мы выбирали тот планшет, который нам нужен, мы очень многие модели отсмотрели на рынке и остановились на iPad, потому что это технически совершенное устройство. В нем нет лишних компонентов. Хорошая конструкция, хороший дизайн планшета, он позволяет облегчить эксплуатацию устройства в школе. Работа с планшетами – это здорово. Это и выполнение домашнего задания с большим удовольствием. Ребята ждут, когда им дадут задание на планшете. Они это выполняют, отправляют по почте, делятся впечатлениями о том, как у них получилось или что-то не получилось. Причем они не боятся допускать ошибок, потому что мы всему еще только учимся. Мы используем такое замечательное приложение, как ShowBeat, которое позволяет размещать учителю материалы, различные задания, тесты. Ребята эти задания могут выполнить в любом месте. Ко мне пришли ребята пятого класса. И у нас возникла замечательная идея создать свой маленький музей естественной истории Земли. Мы видим слепки, которые ребята сами описывают и создают книжку, которую они могли поделиться, например, с учениками математического класса. Детский музей, созданный руками и в интерактивной форме, и в натуральной форме. Это что-то новое для России. Айпад преображает класс. Дети теперь находят информацию буквально одним касанием пальца. Это перестраивает весь учебный процесс. Постройте, посмотрите на то сечение, а потом возьмите до декабря. Очень большую помощь айпад окажет в изучении геометрии, особенно в старших классах. Потому что изучение стереометрии требует пространственного воображения. Программы на айпаде, они могут построить пространственную фигурку в 3D, могут ту же пирамиду, тот же цилиндр повернуть в нужном направлении, провести соответствующее сечение по каким-то определенным параметрам. Это все очень ускоряет работу. И все это настолько наглядно, что детям будет гораздо легче работать с этими моделями. Процесс нашей школьной жизни стал намного проще, потому что нам теперь не нужно носить множество учебников, тетрадей, которые занимали в сумке много места. Теперь мы носим айпад, в котором есть все. Учителя используют различные приложения. Когда мы видим все это наглядно, весь материал, то информация воспринимается намного лучше, чем раньше. Мы всегда моментально можем связаться с нашими друзьями или также передать информацию учителю, что облегчает процесс обучения. Айпад – это устройство, которое непрерывно меняется. И меняется оно так, как хочет учитель, так, как хочет ученик. В нем заложено столько возможностей, что они до сих пор все не раскрыты в нашей школе. И, наконец, самое важное. Без мотивации современное обучение вряд ли возможно. По нашему опыту технологии Apple эту мотивацию в разы повышают. Интерактивные пособия, интерактивные учебники, материалы, подготовленные учителем или найденные самим ребенком во время домашней подготовки, делают процесс не просто интересным, а увлекательным и захватывающим. Поэтому мы уверены, что мы на пути к школе будущего. Ученики прошлых лет назвали нашу школу Доброград. Это действительно дорогого стоит. И многие задают вопрос, что это за школа? Не с луны ли она упала на Марийскую землю? А не частная ли она? И сколько денег стоит обучение? Отвечая на эти вопросы, очень просто и конкретно. 1200 учащихся, самое большое образовательное учреждение Республики Мариел. Свыше 100 педагогов, сейчас уже даже 50 педагогов. Свыше 1100 iPad'ов каждый день работает в нашей школе в рамках модели «Один ученик, один iPad» с 2012 года. Школа абсолютно государственная, находится в регионе, который по уровню развития прочно занимает где-то 60-е место из 85-ти. Соответственно, со всеми проблемами недофинансирования хронического, которым сталкиваются некоторые регионы и так далее. Но не будем о грустном, будем о веселом. Наша школа решилась на этот шаг, будучи достаточно успешной школой. И мы не можем сказать, что нас не поддерживало наше министерство образования, очень поддерживало. А на первом этапе смотрела, соглашалась с нашими доводами и было, как говорится, на связи. Но мы решились на этот эксперимент, потому что отчетливо понимали, что в 21 веке те требования федерального стандарта, которые у нас в России велись, просто по сути, не для галочки, без этих технологий исполнить невозможно. И хоть наши дети в 2012 году выходили довольно-таки успешными, поступали в центральные российские вузы, показывали очень неплохие результаты по государственным экзаменам, мы все равно пошли на этот эксперимент, потому что мы понимали, что школа меняется, что перестать быть актуальной, это самое страшное, что может случиться со школой. Даже если она на каком-то этапе чувствует своего развития себя успешной. Но переход на iPad породил очень много вопросов. Мы создали рабочую группу, куда вошли родители и дети, и учителя. Родители были обеспокоены, почему в нашем пятом классе вводится iPad, почему не в девятом, мы еще до него неизвестно, когда дойдем, почему не начать в одном классе или в одной параллели этот эксперимент. Почему вы решились на всю школу, как вы будете охранять зрение, не портят ли планшеты его, где магнитное излучение может быть поджарить мозги и учителям, и ученикам. Может, она уже это сделала, раз вы решились на планшеты переходить всей школы. И так далее. Вопросов было масса, и на каждый из этих вопросов мы ответили. Нельзя создавать среду, в которой рождается зависть, если в одном классе мы даем планшеты. В пятом А будут они, а в пятом Б их не будет. Почему? Скажет пятый Б. И это уже атмосфера неравенства, это уже атмосфера, которая разрушает школу. Зрение не ухудшается, как выяснилось, особенно если заниматься профилактикой зрения в начальной школе. И мы это делаем, есть набор мер. Более того, мы выяснили, что равномерное, не мерцающее свечение светодиодного экрана планшета, но более даже полезно для зрения, чем книжка, которую ребенок читает в потьмах на лампочке Ильича, которая мерцает и тускло светит. Сохранность устройств обеспечивается на планшетах, централизованно, воровать их бесполезно, они блокируются, и с ними ничего уже больше не сделаешь. У нас, конечно, своровали за все эти годы четыре iPad, три из них вернули. Один так и потерялся, к сожалению. Да, вынуждены призвать. Из более чем двух тысяч планшетов, которые за эти годы прошли по нашей школе. Заряжаются они дома, и в течение целого дня заряда планшета хватает для того, чтобы эффективно работать в школе. Вопросы родителей были рассеяны. Так же, как и рассеянные вопросы учителей. Как с этим работать? Зачем с этим работать? Тем более мы успешные, у нас и так все хорошо получается. Но методами глубокого погружения в эту проблему, дополнительными тренингами, которые разрабатывались и проводились у нас с нашими партнерами из Apple, и тренерами профессиональной подготовки, которые приезжали к нам в школу пять раз. И до сих пор по многим направлениям приезжают. И мы взаимно работаем, и дополняем уже сейчас, и помогаем друг другу, развивая вот это направление новое. Это все происходит. Давайте посмотрим на картину, которая начиналась в нашей школе, когда мы стали вводить планшеты. Учителя были настроены, ну, довольно негативно. Во многом потому, что 93% их вообще никогда в своей жизни планшеты в руках не держало. Вот та вот маленькая зеленая стрелочка сверху, это количество 7% наших учителей, которые просто подержали планшет в руках. Вопрос звучал именно таким образом. Держали ли вы его в руках или нет? И поэтому наблюдалась очень интересная картина. Вот эти вот желтенькие столбики, которые говорят, что нам все равно будете использовать планшет или нет, категорически против я не буду использовать, это учителя, которым выше 50 лет, которые никогда не держали планшет. Это замеры на начало эксперимента 2012 года. А вот эти вот синенькие столбики, которые все за и готовы хоть сейчас прыгнуть в класс с айпадами, учителя, которым 30 лет. Видите, как говорится, конфликт поколений на начале проекта наблюдается очень отчетливо. Молодежь за, старики, как говорится, в бой идти не хотят. Ну, это я условно говорю. А ученики, конечно, 80% рады. Более того, когда мы стали проводить исследования, мы поняли, что у половины из этих детей уже айпады есть. В 2012 году у половины наших детей уже есть планшет. Сейчас в 2016, если вы проведете в своих школах такие же исследования, а есть у вас планшет, я думаю, вы обретете такие же цифры. Смартфоны в руках уж точно есть у каждого. Но когда мы начали трансформировать нашу школу, когда мы каждому учителю приобрели айпад, когда мы каждого учителя обучили, когда мы произвели даже некоторые организационные изменения в нашем учебном процессе, спарили уроки 2 по 45 и разбили его на 3 этапа по 30 минут, так называемая модель 30-30-30, где у каждого этапа есть четко прописанные цели, задачи, и четко обозначенный набор приложений для айпад, которые бесплатные, которые учитель может использовать в рамках каждого этапа. Например, на этапе коррекции знаний мы используем вот эти приложения, Puppet, ShootBee и так далее. На контроле с его целями мы используем следующую группу приложений и, наконец, на новой теме у нас есть материалы из YouTube, материалы из интерактивных курсов и все это четко, понятно прописано учителю. Когда это происходит, учитель волей-неволей начинает пользоваться планшетом. И посмотрите, что происходит. Если в 2013 году планшет у нас использовали, вернее, не использовали зеленый столбик, 80% учителей на уроке, это уже первый год эксперимента нашего пошел, то в 2014 году количество неиспользующих сократилось до 25%. Это говорит о двух вещах. Первое, учителя поверили и стали работать. Второе, мы никого насильно в светлое будущее не загоняли. Если вам, Мария Ивановна, iPad не хочется использовать, пожалуйста, не используйте. Но пусть он у вас побудет. А вдруг что? И в 2014 году Мария Ивановна уже начинает его использовать. А в 2015-м ее дети выигрывают Всероссийскую олимпиаду школьников по обществу знания. И она теперь обеими руками за. Ну, Мария Ивановна условная. У нас есть учителя, которые заслуженные учителя России. Педагоги с большим стажем работы. И когда она приходит в класс, говорит, так, я открываю YouTube, давайте посмотрим там вот этот ролик по обществу знания, а потом обсудим с вами в Гугле. Вот у меня тут табличка создана такая. Я когда это увидел, для меня это было самого большим шоком, потому что я никогда не думал, что этот учитель будет так хорошо владеть этими сервисами, именно как сервисы, а не как слова. YouTube, Google, Showb. И эта же мысль доказывает и следующий график. Рост компетентности наших учителей. Если в начале учителя и пользовались ресурсами, то пользовались зелененький столбик готовыми иорами и пользовались интерактивной доской. Причем интерактивная доска – это та технология, которая используется в школе ради технологии. Вот у нас в школе было следующим образом. Во-первых, повесили одну интерактивную доску. Сразу же все соседки захотели в своих классах такую же. Почему у нее есть, а у меня нет. Потом они бросились все, когда мы всю школу этими досками завесили, изучать эти доски. Сколько семинаров они провели по поводу этих интерактивных досок. Вот я научилась такому-то приему, я научилась такому-то приему. В один из них всероссийский, чуть ли не всероссийский семинар по этой интерактивной доске. Марья Ивановна приходит в класс, за ночь у нее операционная система обновилась, до Windows 10, условно говоря, нет, это Windows 8 было. И там появились плиточки вместо кнопки пуск. И у Марьи Ивановны шок. Все, чему она обучилась, за одну ночь превратилась, как в сказке про золушку, в дым, в тыкву. Потому что учиться надо не технологии, а учиться надо в педагогике. А технология должна быть органична и помогать вам в этом. Вот с iPad'ами произошло то, что должно было произойти. Педагогика вышла на передний план, стала главной частью работы учителя, опять-таки, а не технология. И учителя стали создавать свои ресурсы, использовать средства электронного общения, электронную почту, интернет, для того, чтобы спрашивать, обмениваться опытом и создавать что-то свое. Посмотрите. И электронная почта, синий столбик, тоже выросло. Количество тех, кто ее в настоящий момент пользуется. А почтой у нас сейчас пользуется вся школа. Каждый учитель, каждый ученик. Это стало основным средством коммуникации оперативной между нашими сотрудниками и детьми. Можно долго говорить о росте КТ-компетенции. Мы увидим, что в 2013 году они примерно так же, как и в 2014 году распределялись, только цифры другие. В три раза больше людей стали пользоваться технологиями Web 2.0, обмениваться знаниями, сотрудничать друг с другом, искать новые идеи, развивать свои коммуникативные навыки и создавать какие-то новые мультимедиапродукты. Вспомним Евгения Онегина и фильмы по нему. Ну и наконец, сейчас мы видим, что в 2014 году, а в 2016, я уверен, еще больше эти данные, просто у меня их пока нет в презентации. Сейчас мы их обобщим, под конец года не будут представлены. Мы видим, что очень часто стали люди пользоваться планшетами на уроках. Поэтому задайте себе, для себя, в первую очередь, самый главный вопрос перед каждым уроком. Я хочу, чтобы вы его задали, вот даже после этих картинок с ярмарки, которые я вам сейчас из России привез. И поверьте, действительно, картинки многие воспринимают с легкой завистью, кто-то с легким восторгом, кто-то с явно нескрываемым раздражением, но, тем не менее, это реальный опыт, реальной российской школы, которая не побоялась на это перейти. А не побоялась она перейти, потому что задает себе, и сейчас задает себе, этот вопрос перед каждым уроком. Вопрос простой. Как? Как я использую те технологии, которые у меня уже есть? Как я пользуюсь той интерактивной доской, которая у меня висит? Как экраном или как инструментом работы, который позволяет мне достичь каких-то более важных результатов? И вот этот вопрос как и привел нас к этому планшету? Потому что мы поняли, что без него ничего нам нового и эффективного создать не удастся в плане педагогики. Я готов ответить на ваши вопросы, и Юля тоже может на них ответить. И я думаю, что это будет полезно нам сейчас обменяться опытом. Поэтому большое спасибо. Жду ваших вопросов.